Так, друзья, и вот я снова здесь, и вот я снова с вами. Хочу с вами выпить энергетик и немножко поболтать, пока есть время. Как я уже сказала, у меня было очень хорошее настроение, я себя шла, все у меня было замечательно, чего не омрачало и не предвещало беды, но тут я встретила одного очень странного товарища, который ходит постоянно с палкой, орет всякую чушь и вообще вызывает у меня лично дикий ужас. Почему? Потому что, да, человек может быть болен, вот, возможно, он болеет, поэтому он так себя ведет, но он также может быть и неадекватом, можно прекрасно быть больным неадекватом. Я уже рассказывала историю, как на меня напала пенсионерка и начала меня бить, вот, и я не знала, как мне реагировать, потому что я привыкла, что пенсионеров бить нельзя, а тут на меня лупят. Вот. И потом подбежал, подоспел ее муженек, дед, который тоже на меня хотел налететь, он бежал с палкой. Это был ужас, это было все при моей маме, при ребенке, это был просто капец. Я потом узнала, что они просто, ну, с головой не дружат, это семейство, и они часто кидаются у себя во дворе на людей. Вот. К сожалению, вот такая вот история. И у меня еще была история, когда я зашла в миграционную службу в Харькове, мне нужно было взять форму для заполнения. То есть я заняла очередь, да, и я пришла, чтобы взять форму для заполнения, ну, то есть перед тем, как... То есть надо зайти с этим заявлением туда, с документами, чтобы просто так в холостую в очереди не стоять, и время потом не задерживать, надо сразу заполнить. Ну, вот как вы сейчас вот прививки идут делать от ковида, да, заполняешь заявление, и вместе с заявлением проходишь делать прививку, да, когда тебе вносят данные в компьютер, то есть заранее. И, в общем, я когда прошла за этой формой, я спросила, может, кому-то еще нужна такая форма, что я сейчас пойду, возьму, побегу, сделаю ксерокопию, сколько там... Ну, они просто закончились, эти формы, у них можно было взять одну, вот, и сделать ксерокопию себе, сколько надо, а им их форму вернуть, вот этого заявления. Я спросила у людей в толпе, кому тоже нужно сделать ксерокопию. И я такая только захожу туда, в это здание, меня хватает за волосы, прям вот так вот западлы, тоже пенсионерка. Такое количество пенсионеров, которые на меня нападали, я нигде не встречала, кроме как в Харькове. Я безумно люблю этот город, он прекрасный, в нем живет множество замечательных людей, но такое количество пенсионеров, которые на меня нападали... На меня никогда не нападали пенсионеры, только в Харькове. И это не единичные случаи, были еще... Вот, это мужик один напал, сломал мне руку, в общем, чего только там не было. Что со мной там только не случалось, это такая жопа. Вот есть Одесса-мама, да, Ростов-папа, да, города криминальные. А тут Харьков такой, тот еще пахан. Вот. Дело в том, что когда не так давно я листала ленту Инстаграма и увидела у себя в ленте Милу Сивацку. Это такая наша украинская актриса, она живет в Киеве, вот, снимается она также и в российских сериалах, насколько я знаю, у нее есть свой косметический магазин. И я увидела фотографию, где Мила стоит, ну, видимо, возле подъезда в каком-то жилом комплексе в Киеве, наверное, где она живет или, возможно, в гости кому-то пришла. И она стоит такая счастливая и в снег вокруг, и я увидела, как выглядит этот жилой комплекс, эти вот окошечки, то, как выглядят сзади на фоне деревья украшенные. Да, это Киев, но по такому же принципу наряжают в новых вот этих всех жилых комплексах и в Харькове тоже улицы. И я вспомнила, просто Харьков это город-праздник, Харьков это город-праздник, потому что у них начинают готовиться к Хэллоуину, уже 1 сентября прогудело, все, начинаем готовиться к Хэллоуину. Хэллоуин прогудел, все, начинаем готовиться к Новому году. Новый год прогудел, все, начинаем готовиться, там, например, к 14 февраля. И то есть это все вот настолько моментально, и то есть ты получается, что живешь практически все время в некой атмосфере праздника, вот, то есть праздники не заканчиваются, получается, вот, постоянно какая-то такая вот атмосфера, и особенно впечатляет то, что уже с 1 ноября, особенно так совпало, 1 ноября мой день рождения, выпал снег, и я приезжаю в караван, там все так красиво, там все так нарядно, так украшено, в дафе тоже так красиво, особенно в дафе, в дафе было невероятно прям атмосферное, я бы даже сказала, захотелось остаться, выпить чашечку какао с маршмеллоу и скушать имбирный пряник, насколько там все вот пышет Новым Годом, вот в Харькове Новый Год, вот эти 2 месяца, ноябрь, декабрь, пока не наступит Новый Год, ни один город я не видела, чтобы настолько, да, я не жила в Москве еще где-то, я не могу говорить, что ни один город так не украшает там у себя ТЦ, перед праздниками, ни в одном городе нет подобной атмосферы, может быть, но я говорю исключительно за себя, меня очень раздражает, когда начинают говорить, ой да прям, у нас в таком-то городе, у нас в таком-то городе, но я там никогда не была в вашем городе, я ведь веду свой канал о себе, о своих впечатлениях, делюсь с вами своим мнением, на основе пережитых мною эмоций и так далее, а не о вас, если вы хотите рассказать о своем городе, о том, как у вас наряжают в городе, вы можете завести свой собственный канал и рассказать, как у вас наряжают в городе ТЦ перед праздниками, какую испытываете вы атмосферу перед праздниками и так далее, так вот, просто там настолько дорого-богато было, такие всякие украшения красивые, какие-то коробочки, и ну просто цены там как бы дешевле, вот. На всю эту историю, чем здесь, например, и я помню прекрасно моменты, когда вот, например, я смотрела эту, мисс Вонг, то бишь Диану Лешу Лайф, племянницу Самвела Адамяна, вот, она вместе с мамой, они там пришли заказывать, то ли у мамы был день рождения, то ли у папы, в общем, какой-то вот они юбилей, короче, они заказывали там фуршет, праздник, да, в ресторане, им вся эта история обошлась 10 тысяч гривен, люди пишут нам бы, вот, то, что вы все заказали, вот такое вот помещение, в общем, у нас где-то пишут 1040 рублей было бы, но 40 тысяч рублей, это гораздо дороже, чем 10 тысяч гривен, я не знаю, ну, это дороже, ну, дороже все равно, то есть, 10 тысяч гривен, ну, легче их вытащить из кошелька, чем 40 тысяч рублей, вот, серьезно. Вот, вот такие пироги, в общем, для меня всегда это был безумно красивый город, чарущий, и вот эта невероятная атмосфера праздника, которая всегда царила в Харькове, я не знаю, это просто, ну, это непередаваемые эмоции. Я помню, как я шла по городу, был первый снег, я звонила Володе, говорила, Володя, с Новым годом, приезжай, там, все такое прочее, ходила подарки выбирала для Дамира, мамы, там, ребенка, Володьки, вот, ой, что у меня глаза чешутся, дрови, для Дамира, мамы, Володьки, выбирала подарки, это было так чаривно, вот, и так далее, это, ну, это невероятные эмоции. Бабушки меня поддержали, что я надела на кота ошейник, потому что, ну, вот, с ними там поделились впечатлениями, ну, например, я уже рассказывала, кот в последнее время, но сегодня вот не выбегал, до этого несколько дней подряд, вот, пули просто вылетают, и, например, когда на улице уже зима, прям такая вот конкретно вьюжная, да, ветер сильно, у нас начинается сильный сквозняк по подъезду, и дверь в тамбуре открывается часто, а иногда там живет, видимо, ребенок, и он, я видела сама лично, вот так, хлоп, и пошел. А вот этот хлоп, он же дверь не плотно закрыл, вот этот хлоп, и дверь обратно открывается, и получается дверь в тамбуре открыта. И если дверь в тамбуре будет открыта, и кот полетит пулей вниз, ну, допустим, да, практически каждый раз, например, когда мы выходим с Тамиром из подъезда, так случается, что заходят в подъезд 4 человека и так далее. Конечно, они держат открытую входную дверь, пока они все пройдут, выйдут потихоньку, вот, и получается так, что вот они держат дверь входную, да, и кот может вылететь на улицу. И в панике, в истерике, в слезах, соплях и прочем, я его не узнаю, так, я его быстрее узнаю, увижу, мне бросится в глаза этот красный ошейник, мой кот, все. Муж говорит, все нормально, коты возвращаются домой, там все такое, я понимаю, но кот никогда не был на улице, он здесь не гулял, для него это будет шок, он испугается и забьется в ближайший какой-то подвал, угол и так далее. Он не вернется он домой, куда он вернется? На пятый этаж подъезд зайдет, будут возле подъезда стоять? Не будет стоять возле подъезда, ему будет страшно, он не гулял на улице, там куча новых запахов, машины, люди, другие животные. Он испугается, и в любом случае, если не дай бог кот пропадет, мне даже просто обойти людей, вот у нас тут на районе, или обклеить объявления какие-то, кота узнают исключительно по ошейнику, то есть то ли ты ищешь кельтского кота без ошейника, то ли ты ищешь кельтского кота с красным ошейником с камнями. Уже сразу понятно, во-первых, и для служб, которые занимаются отловом животных, что кот не уличный, для других людей понятно, что он не уличный, и найти его будет проще объяснить людям, как выглядел кот пропавший. Не дай бог, я очень просто сильно за это переживаю, я безумно люблю кота, и у меня для ребенка это просто мечта всей жизни была, кота завести. И он в нем души не чает, вот, это огромная отдушина частичка, вот там, я не знаю, сердца, души и так далее. Он безумно любит кота, и я его тоже очень сильно люблю. И, что грех оттаить, Володька тоже очень за него переживаю. Следующий момент, о котором я хотела сказать, это то, что дело в том, что Владимир уезжает на днях, и кот уже постоянно, вот, в основном, он у меня на руках сидит, да, я там на кухне люблю сесть, вот, туда окошко пить кофе, смотреть на людей, на улицу, на кто куда торопится, кто куда бежит, кто как собак там выгуливает, ходит. Люблю, люблю, смотрю, наблюдаю за людьми из окошка, видос какой-то могу смотреть, пить кофе, что-то в ежедневнике заполнять, могу работать прям там, сидя у окошка с чашечкой кофейку. И кот часто сидит у меня на, ну, на ножке ко мне приходит, присаживается, вот. И, значит, сворачивается к лобочкам, там отдыхает, спит, мордочку так вот в районе колен, вот так, моську свою опускает вниз. И, в общем-то, в последнее время кот чаще бросится к мужу, сидит в его вещах, в шкафу, залезал в сумку к нему в водорожную, то есть он понимает, он чувствует, что Владимир скоро уедет. То есть первый раз, когда Боба уехал, он был в командировке месяц, кот настолько переживал и знавал и так далее, что он его искал, он не спал, он не ел, он выл, там ходил, мяукал очень громко, искал, в общем-то, Владимира. Когда Владимир стал чаще звонить, общаться с котом по телефону, вот. Ну, вот он звонит нам, да, я говорю, там, скажи что-нибудь для Бобу, да, и так далее. То есть кот постепенно начал успокаиваться, успокаиваться, видишь, что вещи на месте Володькина. По телефону голос слышно, в камере видно, он так нюхал-нюхал телефон, вот, когда Володя звонил. Хотел, видимо, уловить запах Володькин. То есть в итоге, как бы, ну, под конец поездки кот все понял, и когда Володя должен был приехать, кот сел возле входной двери и ждал, вот. И ждал, смотрел на нее, и вскоре приехал Володя, открыл эту самую входную дверь, я рассказала ему, как кот его ждал сильно и так далее. Вот, в общем, вот такая тут история была, вот, вот такие пироги, вот так вот у нас все. В общем-то, как-то так, как-то так, вот. И что еще я хотела сказать, поэтому мне кажется, что я не знаю, как будет кот сильно скучать, то есть для него уже, то есть у него такой опыт есть, да, что Владимир уезжал надолго. Как кот будет дальше реагировать, я не знаю, но тут факт, что кот уже готовится к тому, что Владимир уезжает, и поэтому старается так напитаться этими запахами, побыть с ним как можно больше. Это факт, вот, побыть, время провести побольше с Владимиром, это факт, да, вот. Меня очень раздражает тот факт, что, когда речь идет о том, чтобы обосрать другую женщину, чаще всего это исходит вот от женщин. Вот женщины очень любят обсирать других женщин, хотя по сути мы одного пола, мы все женщины, мы должны быть как сестринство, и мы должны поддерживать друг друга, а не засирать. К сожалению, самое ужасное, это когда одна женщина обсирает другую. Мы очень здорово прогулялись по озерному бульвару. Я остановила себя на мысли, что вот бы там жить, вот, где-то вот рядом. Это было бы очень клево. Там еще подростки были, двое парней молодых со скейтами. У меня они катались на скейтах, и еще один там, как-то издалека так подъезжал к ним на самокате, ну, в этом электрическом. Я такая думала, вот бы тоже там жить. Тоже бы выходили, Дамир бы тоже катался на скейте, у него просто тоже есть скейт, он тоже катается. Завести бы еще собаку, вот. И бегали бы там, кто на скейте, кто с собакой, кто чего. Вот, вот так вот. В последнее время часто думаем о том, чтобы завести собаку, обговариваем по роду. Уже, в принципе, остановились на том, когда мы можем ее завести, когда мы планируем это сделать. А где мы будем это делать? И какой породы будет собака? Мы это все обговорили уже. Когда, чего, как. Вот так вот. На улице у нас сейчас сильный гололед. Я уже рассказывала о том, что у нас выкидывают из окон, не буду повторяться. Вот. Что выливают из окон? Говно на газетке, это прям. Это самый крутой бонус из всего, что выливали и выкидывали из окон за последнее время. Из-за того, что, в принципе, я видя, чтобы выкидывали в этой жизни, сейчас из окон трусят покрывало. Я уже рассказывала, что это очень странная система вообще развешивать здесь вещи. Здесь, теперь еще и покрывало трусят. Я в последний раз видела, чтобы покрывало из балкона вытрушивали. Наверное, когда, ну, то ли в 90-х, то ли в 2000-х. Вот, чтобы не соврать. Вот, серьезно. Наверное, это было даже в 90-х еще. Да, мне даже 10 лет еще не было. Мне кажется, в 90-х. Ну, или в самом-самом начале 2000-х. Конец 90-х, давайте начало 2000-х. Больше я никогда в жизни не видела, чтобы вытрушивали покрывало. Еще здесь очень интересный принцип. Вешать вещи, я уже рассказывала, вешают за окнами или за балконом. Приваривают такую штуку, на которую вешают на железные такие прутья, на которую вот прищепками прикрепляют вещи. На всех этажах так вешают. И это так странно. У нас так давно уже не вешают. У нас так развешивали вещи. Когда-то давно там в каких-то старых домах, в общагах, в каких-то малосемейках остались такие штуки. Но у нас так люди не делают. Тут же люди так делают. Даже на новые балконы, вот когда новый балкон, новый там ремонт свеженький, да. Спрашивают, а где можно заказать, чтобы приварили такую штуку? А зачем тебе такая штука? Я не пойму. Вот в Донецке, я знаю, когда делали ремонт. В Харькове такая же история. Значит, такой вот принцип по типу жалюзи. Значит, ты дергаешь за вот эту вот веревочку. И только не жалюзи опускаются, а опускаются такая вот, ну, эти веревки, короче, на которые вешают вещи. Ты их, кто здесь? Ты эти веревки, на них вешаешь, вешаешь, вешаешь вещи. Сколько тебе надо. Потом делаешь там какой-то, не вниз-вверх, а вот так вот по кругу прокручиваешь такую штучку. И вещи раз, и защипнулись. А потом опять, как жалюзи, за веревочку дергаешь в другую же сторону. И вещи поднимаются под самый потолок. То есть, они одновременно сушатся на балконе, но при этом они где-то высоко в голове, они тебе не мешают. Очень удобно, когда высокие потолки на балконе. Вот. Очень-очень удобно. И тебе ничего не мешает. Очень классная вещь, серьезно. И я не понимаю, как можно вешать тут сильные ветра в Приморье. А не вешают вещи? Вот честно, у меня типа стрёмно. Я даже, если на балконе окно открыто, думаю, мои вещи не улетят через это окно. На незастекленном балконе тоже, но это так как-то вешать вещи. Существуют давно, в конце концов, вешалки, которые можно, железные вот эти, которые можно дома поставила, разложила вот эту всю историю, эту сушилку и развесила в квартире вещи. Нет, есть вообще электрические. Включаешь в розетку, по типу как обогреватель, да, и вещи там сушатся на этой электрической сушилке. Но можно, пока ты дома находишься, можно включать, если очково, что они загорятся и выключать, когда выходишь из дома. У меня уже давно до автоматизма доведено. Прихожу переодеваться, всё, там, например, сейчас буду контрольно какие-то дела заканчиваю в комнате. Понимаю, что сейчас буду выходить из комнаты. И перед тем, как выключить свет, я всегда крутанула обогреватель, выключила, там, какие-то гирлянды, всё, что у нас на данный момент висит и так далее. То, что может загореться, не дай бог, и то, что, в принципе, не нужно в наше отсутствие в доме. Раз, 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 всё, всё повыключала, свет выключила и вышла из комнаты. Всё, я уже, ну, сейчас сюда заходить не буду. Всё, я сейчас там буду одеваться, обуваться, выходить в подъезд, да, уже мне, как бы, в комнате ничего не нужно. И, как бы, как бы, вот, я хотела что-то сказать, а к чему я это, я уже не помню. Вот, а, всё, про сушилку. Поэтому, если смущает, её тоже можно выключать, когда выходят из квартиры. Хотя, я знаю, люди некоторые, они обогреватели, даже дуйчики не выключают, когда выходят из квартиры. Это так странно, они же, ну, часто загораются, не дай бог. Я не знаю, мне, например, первое время даже спать с ним было страшно. Хотя, у нас много было дуйчиков, много было масляных обогревателей. Вот этот, например, дуйчик у нас работает круглосуточно, можно сказать, с октября месяца прошлого года. Зимой он работает на тепло, летом на холод. Круглосуточно. Всё, сколько времени я дома, всё время работает. У меня что-то с камерой, давайте перейдём в другое видео.